МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Западная Армения готова защищать права тавушцев. Арменак Абрамян. День памяти Степану Маркосяну. Необходимы шаги для прекращения нарушений прав армянских военнопленных. Диэскалация на наших границах и внутри страны. Ваге Омваднисян. Лишь 1437 человек из Арцаха подали заявление на получение гражданства Восточной Армении. Новости из Джавахка. Саломея. Отреставрированный шедевр в Аркезе Суринянца в Национальной галерее Армении. Корреспондент Вестерн Армении ТВ побеседовала с первым президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном. Арменак Абрамян коснулся актуальных региональных событий, которые имеют непосредственное отношение как к Западной, так и Восточной Армении. Проанализировав ситуацию и дав четкие оценки, Арменак Абрамян выразил позицию Западной Армении касательно Тавуша, подчеркнув, что Западная Армения готова защищать права Тавушцев. Интервью Арменак Абрамяна доступно на нашем YouTube-канале Вестерн Армения ТВ. Семья Маркосян, друзья и официальные лица собрались в церкви Сурпакоп-Леона, чтобы дать дань уважения памяти Стефана Маркосяна. Последний путь сына Западной Армении проводили с лагом Западной Армении. По окончании литургии преподобный отец Исаак Якимян позволил семье выступить с речью. Президент Лития Маркосян произнесла речь, вспоминая весь пройденный путь отца и семьи от Западной Армении до Франции. Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Баку прав армянских военнопленных, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Об этом говорится в заявлении, распространенном Комитетом по защите фундаментальных прав народа Арцаха. В заявлении, в частности, говорится, необходимо немедленно предпринять шаги для пресечения нарушений Баку прав армянских военнопленных, закрепленных Женевской конвенцией. Комитет по защите основных прав народа Арцаха серьезно обеспокоен недавним сообщениями, в которых подробно описываются грубейшие нарушения прав армянских военнопленных со стороны Баку, в частности, в отношении основополагающего принципа права на неприкосновенность частной жизни, закрепленного в отношении обращения с военнопленными в Третьей Женевской конвенции. Эти действия не только предусудительны с моральной точки зрения, но и прямо претворечат международному гуманитарному праву. Статья 13 Третьей Женевской конвенции прямо запрещает публичное внимание в отношении военнопленных. Публичная трансляция видеороликов с изображением военнопленных в Баку, согласно этой конвенции, является грубым нарушением их права на неприкосновенность частной жизни и достоинства. Статья 27 Третьей Женевской конвенции аналогичным образом запрещает подобные публичные демонстрации против гражданского населения. Эти действия нарушают всеобщую декларацию прав человека, которая устанавливает право на неприкосновенность частной жизни и защиту от вмешательства в личную жизнь, семью, жилище или переписку. Трансляция постановочных интервью с армянскими военнопленными и заложниками является прямым нарушением их прав и ухудшает и без того тяжелое положение. Подобная манипулятивная тактика Баку служит подрыву целостности международного гуманитарного права и должна быть безоговорочно осуждена международным сообществом. Мы готовы работать с международным сообществом в направлении устранения нарушений и обеспечения защиты прав всех лиц, пострадавших от конфликта. Призываем всех государственных деятелей и международные организации продолжить требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех армян, находящихся в незаконном бакинском плену. Наша обязанность соблюдать соответствующие принципы Женевских конвенций и прав человека, также защищать достоинства и благополучия всех военнопленных и заложников, незаконно удерживаемых плену Паку. Восточная Армения вступает в уродливую фазу, в воздухе висят ненормально опасные сценарии. Об этом на своей странице в фейсбук написал политолог Ваге Ованисян, подписав свой пост «Деэскалация на наших границах и внутри страны», отметив, пропаганда формулирует идеологическую основу будущих катастроф. Что будет дальше, неясно, это выяснится позже, но есть спитые, с толку растерянные люди. В этой стране живет наш народ, наши семьи, наши дети. Мы не имеем права стать жертвами очередного эксперимента. Чтобы вывести наше государство с 99% заминированного поля, необходимо грамотное содержание и эффективные форматы работы. По моему глубокому убеждению, правильный контент – это деэскалация. Восточной Армении нужна деэскалация как на границах, так и внутри. Мы живем в опасной такстичной среде около шести лет. Это должно стать идеей, объединяющей наше общество. Нужны новые форматы для обслуживания данной идеи, чтобы превратить ее в повестку дня. Нужна политическая мысль нового качества, общественная атмосфера нового качества, власть нового качества. Возможно, лучшим вариантом является модель правительства всех талантов, о ней я писал на днях, которая позволит всем способным людям, независимо от политических или других разногласий, включиться в совместную работу и смягчить внутреннюю вражду. Очень важную роль играют активные личности, сформировавшие и формирующие новые движения, форматы. А также группа деятелей старшего поколения, для которых это родина и чье сердце разрывается от сложившей ситуации. Это придаст нам силы преодолеть препятствия, наиболее серьезными из которых являются общественная апатия и манипулирование, и, конечно же, различные личные меркантильные интересы. Мы должны рассчитывать имеющиеся у нас позитивные ресурсы, которые позволят организовать сопротивление. Восточной Армении уже начали генерировать с разных сторон те же идеи, что и в Западной Армении. Западная Армения имеет тот правовой формат, который может защитить интересы Армении и армян на международных площадках. Лишь 1437 из вынужденных переселенцев из Арцаха подали заявление на получение гражданства Восточной Армении. Об этом на заседании Постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Восточной Армении заявил министр внутренних дел Баге Казарян. «Хочу коснуться процесса регистрации вынужденных переселившихся в результате военных действий, развязанных в Аку против Арцаха». В соответствии с действующим законодательством, 76 339 человек получили удостоверение о временной защите. 79 682 прошли регистрацию, 1437 человек обратились за гражданством. Работы продолжаются, сообщил Баге Казарян. Школьники Джавахка – часть мирового политического процесса. Джавахские школьники становятся частью глобального политического процесса. Четыре ученика из первой и второй государственных школ Джавахка приняли участие в ролевой игре «Модель ООН» Белисси, которые после обучения будут обучать детей принимать участие в игре, направленную на поддержание тесных связей между Организацией Объединенных Наций и «Модель ООН» среди участников игры по всему миру, вовлечения молодежи в решение глобальных проблем. «Модель ООН» – это популярная ролевая игра для тех, кто хочет узнать больше о работе Организаций Объединенных Наций. Ежегодно в игре участвуют сотни тысяч старшеклассников и студентов со всего мира на всех уровнях образования. Многие из современных лидеров в области права государственного управления бизнеса и искусства, включая саму Организацию Объединенных Наций, участвовали в программе «Модель ООН» студенческие годы. На первом этапе участники программы должны пройти обучение в Джавахке, узнать, что такое ООН, как он работает. В Джавахке мы работаем над расширением экономических возможностей женщин. Центр образования для взрослых «Джавахка» реализует программу «Содействие и расширение экономических прав и возможностей женщин», цель которой – дать местным женщинам знания и навыки, необходимые для ведения собственного бизнеса. С этой целью Центр образования для взрослых предлагает различные курсы для женщин. В рамках программы «Джавахский центр образования для взрослых» предлагает девушкам старше 18 лет курсы обучения, которые позволят им приобрести навыки и умения, необходимые для ведения собственного бизнеса и укрепления лидерских качеств в будущем. В рамках программы участники смогут освоить различные профессии, пройти различные тренинги, развить лидерские деловые качества, изучить основы цифрового маркетинга и разобраться в IT-технологиях. В рамках программы представители женского пола старше 18 лет могут записаться на курсы и тренинги по указанному телефону 595-562-505. Программа рассчитана на 4 месяца. Национальная галерея Армении продолжает проект «История восстановленного экспоната». В этом году представлена история реставрации знаменитого шедевра, на котором изображен самый загадочный образ всех времен. Саломея еще в 2019 году снятая с постоянной экспозиции и переданная на реставрацию, вернулась в выставочный зал. По словам директора Национальной галереи Армении Марины Акопян, в 2021 году в галерее стартовал проект «История восстановленного экспоната», в рамках которого были отреставрированы и представлены публике 4 шедевра. Теперь, после долгого перерыва, в экспозицию Национальной галереи Армении вернулась одна из сокровищ армянского и мирового изобразительного искусства. Знаменитая работа Саломея Кисси, основоположника национальной исторической живописи Барткеса Суринянца. В 1929 году этот шедевр был перевезен из Рима в Ереван и постоянно находился в Национальной галерее Армении. В 2019 году Саломея была передана в отдел реставрации и консервации Национальной галереи Армении для проведения тщательной реставрации. Комплексная реставрация, продолжавшаяся пять лет, вернула одной из самых впечатляющих картин Варткеса Суринянца «Саломея» прежний облик и великолепие. Рядом с отреставрированным полотном величайшего мастера армянского изобразительного искусства Варткеса Суринянца также показано обзорное видео и рабочие фотографии с пояснениями, представляющие длительный процесс реставрации. Первый выставочный зал воспроизводит уголок реставрационной мастерской, рабочий стол с соответствующими инструментами и материалами художника и т.д. Среди на любой интересных объектов микроскоп и ультрафиолетовая лампа, с помощью которых посетитель может самостоятельно рассмотреть отреставрированные части произведения. Представлена тактильная копия картины Саломея, созданная для слабовидящих. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Гарси Миттояна «Им Аястан». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!